Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник в 15.00 по московскому времени, и предлагаю вам выбрать тему. В нашем телеграм-канале после этого эфира мы запустим голосование. Предложим сразу несколько тематик на выбор. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего эфира. Также в прямом эфире будет возможность задать мне вопросы по рынку. Я с большим удовольствием прокомментирую какую-то ситуацию и дам вам ориентиры по тем торговым инструментам, которые являются основой и представляют основу вашего портфеля и интересны прежде всего вам, друзья. Что касается этой недели, если вкратце пробежаться по ключевым отчетам, то у нас будет очень много макроэкономической статистики США. И нужно обратить внимание объективно на данные по ISM производственного сектора и сферу услуг, которые помогут нам в принципе разобраться с тем показателем ВВП, который нас ожидает уже в следующем квартале. Это уточняющая статистика, которая постепенно подводит нас уже к фактическому заседанию Федеризерва по ключевой процентной ставке. И как мы помним, макроэкономические отчеты данной статистики имеют ключевое значение для Федеризерва в оценке общей ситуации в экономике. И именно эта статистика, ключевая статистика, является основой для принятия решения по тому, стоит ли корректировать, ну, пожалуй, опущу этот вопрос, мы уже пришли к выводу, что стоит. Насколько нужно снизить процентную ставку, чтобы обеспечить сохранение вот этого дезинфекционного тренда, который сложился, и при этом поддержать темпы экономического роста. В общем, этот месяц это как раз кульминация начала исторической смены вектора денежно-кредитной политики. Мы ждали это событие очень-очень давно, и сейчас, в принципе, осталось прям совсем чуть-чуть. Нужно получить первое решение от Федеризерва, снизить ключевую процентную ставку, и потом уже ориентироваться на то, что этот цикл продолжится и дальше, и спустя какое-то время мы увидим ставку на гораздо более низких ценовых значениях. Ну, самый главный релиз этой недели – это данные по Non-Farm Parals. Мы ожидаем этот отчет в пятницу. Сейчас, когда перейдем к анализу индекса доллара, я объясню, почему он имеет принципиально значения для трейдеров в текущих условиях. Что касается других отчетов в рамках этой недели, помимо макроэкономической статистики США. Периодически спрашивайте, друзья, вы о перспективах швейцарского франка. Завтра будет показатель по ОВП о Швейцарии. И здесь мы в целом можем уже готовиться к тому, что Национальный банк Швейцарии продолжит смягчать национальную монетарную политику. Ну, во-первых, потому что у него есть для этого все возможности. Мы знаем, что инфляция уже давно остается в пределах целевого диапазона, который выставил Национальный банк Швейцарии и вообще не демонстрирует никаких признаков роста. И просто даже на основании этого Национальный банк Швейцарии может позволить себе многое по смягчению экономической политики. Но до этого мы слышали неоднократно уже акцент от Джордана, который изглавляет Национальный банк Швейцарии. Кстати говоря, в конце сентября он уйдет в отставку о том, что дорогая валюта, она наносит уже самый прямой, настоящий экономический ущерб для экономики. И мы с вами уже научены и опытом знаем, как можно воздействовать на курсы национальной валюты. Интервенции – вполне реальное и действенное средство. Ну, я думаю, что перед тем, как возникнет острая необходимость у Национального банка Швейцарии проводить интервенции, у него есть возможность еще пару раз снизить ключевую процентную ставку, что в целом тоже может оказать и должно оказать давление на курс швейцарского валютного актива. Так, и что касается другого инструмента, за которым мы не следили какое-то время, но если вам интересно, опять же, пишите в комментариях. Мы можем сделать акцент в рамках этой недели на канадский доллар, тем более, что в среду состоится заседание Банка Канады по ключевой процентной ставке, и это событие не пройдет без следа для курса канадского доллара. Точно будут импульсные движения, и можно попробовать их поймать. Что касается основных инструментов, за которыми мы следим, индекс доллара – 101.60 текущей котировки. В пятницу вышел отчет по индексу цен расходов на личное потребление. Много раз я вам о нем говорил, то, что имеет очень большое значение для Федрезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией. По факту цифры 2.6% в годовом выражении ровно такой же, как было два месяца назад. Это хорошо, друзья, потому что по прогнозам предполагалось, что индекс цен расходов вырастет, и это может заставить трейдеров усомниться в сохранении устойчивости дезинфляционного тренда в Штатах. Но мы видим то, что значение осталось на прежнем уровне, поэтому можно выдохнуть тем, кто искал или боялся появление, боялся более подходящего слова, на рынке аргумента для фундаменталистов, чтобы начать активно покупать индекс доллара. Этого аргумента сейчас нет. И то, что индекс доллара корректируется, я больше связываюсь с технической коррекцией, которая давно назрела, потому что индекс доллара был очень сильно перекуплен, тоже на это делал акцент неоднократно. Сейчас мы эту, точнее, был сильно перепродан. Сейчас мы эту перепроданность снимаем, и, соответственно, доллар возвращается к комфортным значениям, на которых можно будет дождаться появления следующего фундаментального триггера. Это данные по Non-Farm Perils и снова начинать агрессивно шарцить. Данные по Non-Farm Perils тоже. Анализ нужно будет обязательно провести этого блока отчетов, потому что в ходе последнего заседания и в ходе последней речи главы американского регулятора Джерома Павла на симпозиуме Джексон Холли был акцент на то, что сейчас ФРС меняет фокус внимания с инфляцией на рынок труда, потому что видит прямо там очень большую проблему, и последние отчеты доказывают то, что сектор сильно охладился, и есть предпосылки того, чтобы увидеть и по итогам уже августа очень слабый отчет по Non-Farm Perils. Поэтому американский регулятор сейчас будет искать в отчете по Non-Farm Perils подтверждение того, что нужно не просто начинать снижать ключевую процентную ставку, но и вероятно делать это более агрессивно. Поэтому ждем Non-Farm. Я ориентируюсь на плохой прогноз аналитиков, тоже тех инвестбанков, за которыми я слежу, я поддерживаю точку зрения, что мы увидим слабый отчет. И это может снова вернуть на рынок продавцов, которые в этот раз точно попробуют предпринять попытку затащить индекс доллара ниже 100 пунктов. На данный момент инструмент FedWatch Tool указывает на то, что вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов в сентябре составляет 31%, соответственно 69% за то, что ставку снизят на 25 байсных пунктов. Золото 1395 долларов за трость к концу, сантимент 50 на 50. Друзья, вам нужно решить, готовы ли вы рисковать в расчете на дальнейший обвал доллара и, соответственно, выход золота к новому историческим максимуму. Если да, я на вашей стороне. Я считаю, что мы по-прежнему имеем с точки зрения фундамента больше шансов вернуться к восходящему тренду, но нужно понимать, что золото уже протестировало не раз исторические максимумы и легко может неплохо откатить. Даже хотя бы в формате ожиданий. Пьяничных Non-Farm у нас целая полноценная торговая неделя. Продавцы могут проявить инициативу и затащить золото пониже. Вы знаете свой порог терпимости, риски, с которыми готовы работать, поэтому принимайте решение. Евро против доллара 1.10.50. В целом, по рисковым инструментам, если пробежаться, мы наблюдали за снятием перекупленности по этим активам. И это тоже хорошо. Такая ситуация, как с индексом доллара, коррекция, она была неизбежна, потому что сам факт коррекционного отката доказывает нормальность тех трендов, которые сложили. По европейскому валютному активу я предлагаю также пока следить за долларом в расчете на его дальнейшее снижение и возобновление роста евро к новым максимумам. И буквально через неделю с небольшим будет уже заседание Европейского центрального банка, судя по комментариям. И главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейна и представителя ИЦБ Яхима Нагеля больше оснований для того, чтобы ИЦБ пока что повременил, не стал агрессивно снижать процентную ставку, чтобы не создать препятствия для дальнейшего ослабления инфляции. Ну, посмотрим. Это решение будет иметь большое значение для евро, но до заседания ИЦБ мы, скорее всего, будем и дальше наслаждаться восходящей динамикой главной валюты риска из-за слабости доллара. По фунту пока никаких изменений в новостном фоне не произошло. 1,3130 текущей котировки. Доллар франка 0,85 текущей котировки. Из-за того, что мы ожидаем все-таки снижение ключевой процентной ставки Национальным банком в Швейцарии, давление на франк может усилиться. Поэтому в целом я уже много раз отмечал то, что очень хорошие условия сейчас для покупки в долгосрок этой валютной пары с целью возвращения выше 0,88. Заседание Национального банка в Швейцарии состоится 26 сентября. И вероятность того, что регулятор снизит ставку, сейчас составляет 70%. Американский фондовый рынок S&P 500, 5652 пункта. Немного остается до исторического максимума. Впереди нонфармы, до этого будет отчет ADP. И еще два релиза по индексам активности ISM-производственного сектора и сферы услуг. На этой статистике может быть очень младительно. И я бы сейчас мыслил оптимистично, учитывая, что я сторонник того, что будет и дальше очень сильно снижаться доходность американских облигаций. И по фондовому рынку попробовал бы в качестве цели поставить даже значение 5700, друзья, в рамках текущих пяти полноценных торговых сессий. И что касается рынка нефти, здесь в соответствии с нашим прогнозом снижение возобновилось. 76.30 текущие котировки. И главная новость, скорее всего, ОПЕК, страна ОПЕК+, согласует рост нефтедобычи, начиная с октября. Они нашли для этого оправдание. Это перебои поставок из Ливии. Соответственно, решили, что сейчас рынок нужно обязательным образом стабилизировать. Но, как мы видим, такое решение добавило больше негатива на глобальной площадке и стало причиной развития нисходящей динамики. Как вы помните, цель 75 и ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok